Изучить зарубежную аудиторию, установить долгосрочные контакты, лучше понять ценности другого государства. Все эти цели преследует общественная дипломатия. С проблемами и вызовами, которые стоят перед странами в настоящем, официальная дипломатия порой не справляется. Как считают организаторы международного форума Интер-ЕС, ключ ко всему – молодежь. Мы можем констатировать факт, что сегодня наша страна выступает одной из ведущих стран, которая активно продвигает свои гуманитарные международные интересы на международной арене. Это связано в первую очередь с тем, что на территории нашей страны, невзирая на распространение коронавирусной инфекции, в целом на коронавирусную инфекцию мы проводим достаточно большое количество мероприятий в гибридном формате. Обсудить вопросы международного сотрудничества в Ульянск приехали гости из Сербии, Китая, Египта, Индии, Бразилии и многих других стран. Чтобы всем участникам было комфортно, рабочий язык на площадках английский, хотя многие иностранные гости отлично разговаривают по-русски. Да, мы живем в очень сложном мире сегодня, где люди не понимают друг друга, где большие сложности, где весь молодежь, спорт политизированный. И обратно, что и губернаторы Ульяновской регионы, они делают оценку на молодежь, на спорт, на что объединяет людей. Гостей форума приветствовал глава региона. Он отметил, в стране создана серьезная сеть структур общественной дипломатии. Среди них Росмолодежь, Россотрудничество, фонд имени Горчакова. Отношения между нашими странами, участниками форума, имеют очень глубокие и давние исторические корни. Наши страны не раз вдохновляли других выстраивать мосты дружбы, налаживать конструктивное и долгосрочное сотрудничество. Обсуждали гости и новый мировой тренд – вакцинную дипломатию. Она стала новым фактором международной жизни в эпоху коронавируса, а российский препарат «Спутник Ви» уже успел зарекомендовать себя на мировой арене. Наша помощь вакцинами иностранным государствам, конечно, это является частью наших добрых добрососедских отношений. И, как я говорю, я планирую сказать в своем выступлении, это часть нашего национального характера. Нам всегда было важно, что происходит в мире, а не только в нашем дворе. Форум продлится до 8 апреля. Планируется, что одним из его итогов станет разработка дистанционного курса общественного дипломата на онлайн-платформе для дальнейшего использования широкой аудитории молодежи России и мира.